В Москве проходит форум действий Общероссийского народного фронта. Сегодня с его участниками встречался президент России Владимир Путин. В нынешнем году форум стал самым масштабным за последние пять лет и собрал более 4 тысяч участников со всей России. Среди них и белгородские активисты ОНФ, члены общественных организаций, волонтерских движений, представители федеральных и региональных органов власти. И вот сегодня белгородские студентки стали победительницами конкурса ОНФ «Обрус будущего страны». В нем приняли участие более 10 тысяч человек со всей страны. В номинации «Креатив» в числе лучших была названа студентка Рокетянского агротехнологического техникума Нина Бэдю. Она ищет пути решения важной проблемы – подмены настоящих жизненных ценностей у молодежи мнимыми. Многие намного важнее быть красивым, нежели счастливым. Наше счастье заключается в том, чтобы было будущее, соответственно, в нас самих. Для каждого человека счастье должно заключаться в том, чтобы помочь людям не ради себя, а просто для того, чтобы всем было хорошо. Я хочу, чтобы мир был быстрее. Я хочу довести это до всех людей, чтобы каждый человек понял, что он может немножко постараться, чтобы будущее страны было самым наилучшим. А в номинации «Эссе» победительницей стала студентка второго курса БилГУ Дарья Головина, участница научного клуба ВУЗа. Ее тема – популяризация студенческой науки в современной России. Когда депутат Госдумы и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин вручал ей медаль, Дарья не смогла сдержать слез. Просто это были эмоции. Буквально вчера подходила к Александру Александровичу, чтобы попросить со мной сфотографироваться. А сегодня так вышло, что он мне вручал медаль. Разволновалась немножко. Еще он там пару фраз сказал, и меня там вообще бросило в жар, поэтому так вышло. Научная деятельность для себя совершенно недавно, буквально в этом году. В Москве проходит форум действия Общероссийского народного фронта. Сегодня с его участниками встречался президент России Владимир Путин. В нынешнем году форум стал самым масштабным за последние пять лет и собрал более 4 тысяч участников со всей России. Среди них и белгородские активисты ОНФ, члены общественных организаций, волонтерских движений, представители федеральных и региональных органов власти. И вот сегодня белгородские студентки стали победительницами конкурса ОНФ «Обрус будущего страны». В нем приняли участие более 10 тысяч человек со всей страны. В номинации «Креатив» в числе лучших была названа студентка ракетянского агротехнологического техникума Нина Быдю. Она ищет пути решения важной проблемы. Подмены настоящих жизненных ценностей у молодежи мнимыми. Многие намного важнее быть красивым, нежели счастливым. Наше счастье заключается в том, чтобы было будущее в нас самих. Для каждого человека счастье должно заключаться в том, чтобы помочь людям не ради себя, а ради... Просто для того, чтобы всем было хорошо. Я хочу, чтобы мир был быстрее. Я хочу довести это до всех людей, чтобы каждый человек понял, что он может немножко постараться, чтобы будущее страны было самым наилучшим. А в номинации «Эссе» победительницей стала студентка второго курса БилГУ Дарья Головина, участница научного клуба ВУЗа. Ее тема – популяризация студенческой науки в современной России. Когда депутат Госдумы и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин вручал ей медаль, Дарья не смогла сдержать слез. Просто это были эмоции. Буквально вчера подходила к Александру Александровичу, чтобы попросить со мной сфотографироваться. А сегодня так вышло, что он мне вручал медаль. Разволновалась немножко. Еще он там пару фраз сказал, и меня там вообще бросило в жар, поэтому так вышло. Научная деятельность для себя совершенно недавно, буквально в этом году. Активно вовлекает научную деятельность к участию в мероприятиях, к участию в научно-практических конференциях. Попробовала себя в этой студии, очень понравилось. Буду продолжаться двигаться в этом направлении. На данный момент могу говорить, что я имею какое-то непосредственное отношение к науке, действительно громко сказано. Поэтому будет видно, что тоже все моя деятельность научная.